Наука и технологии на телерадиоканале Страна.ФМ Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Мы очень рады, что у нас сегодня в студии главный редактор программы «Пора лечиться» правильное издательство «Эксмо», кандидат биологических наук, автор книги «Возраст. Парадоксы. Преимущества и решения». Кстати, мы её сегодня разыграем. Ольга Шестова. Здравствуйте! Рада вас видеть вновь. И мы, взаимно. Мы сегодня будем говорить, можно ли приостановить, побороть, остановить старение. Замедлить. Замедлить. Очень правильная постановка вопроса, совершенно верная. Реально ли? И отвечу сразу, спойлер, да, можно. Уху! Что делать? Спасибо, спасибо. Заново, всё. Ещё вопрос, когда начать? Потому что, когда говорят «возраст», имеется в виду, что женщина в возрасте, это, в общем, как-то женщина, ну, за, да, там, за 50, да, как-то. А ведь возраст — это и 10 лет, и 20, и 30, это всё тоже возраст. Согласна. И на самом деле... Сейчас школьники отложили скейтборды и прибавили страну ЭП. Ну, вот школьники, на самом деле, это как раз тут возраст, когда можно не задумываться. На самом деле, о возрасте можно не задумываться по некоторым причинам, вообще, можно никогда не задумываться. Если ты, как школьник, всё время узнаёшь что-то новое, к чему ты стремишься, у тебя впереди вся жизнь. Вот если это так, то можно вообще не задумываться о возрасте. Такое отношение к жизни. Это, нам говорят, друзья, кандидат биологических наук. Вот, пожалуйста, надо прислушаться. Это научный подход. Дело в том, что если у тебя впереди события, которые тебя волнуют, восхищают, вдохновляют больше, чем сзади, то у тебя возраст очень молодой. Но мы говорим о двух типах возраста — паспортный, хронологический. Ну, изменить нельзя, он записан. И биологический или психофизиологический. Этот возраст, естественно, может не соответствовать и паспорту. Он, вроде как, больше. А если вы лежите на диване и ничего не делаете, то он больше. А если, наоборот, вы стремитесь всё время к чему-то, вы любите жизнь людей. Активист такой. Активист. То даже и некоторые проблемы со здоровьем, они вам не помешают. Чувствовать себя молодым и быть психофизиологически тоже молодым. Так вот, в этом смысле замедлить старение или даже отменить, или даже запустить вспять процессы старения, да, можно. А что делать? Какие-то мы рекомендации. Да, с чего? Да, можем дать людям. Можем дать людям. Вот смотрите на детей. И будьте, как они. Что они делают? Они много двигаются. Они всё время познают что-то новое. Если какие-то есть проблемы со здоровьем, они, в общем, как-то на них не очень обращают внимание. Даже попробую уложить ребёнка в кровать, у которой высокая температура. Если уж он совсем-совсем высокий, вот тут надо уже как бы обращать на это внимание. А так он жизнелюб такой. Жизнелюб. Это не значит, конечно, что не надо обращать внимание на некоторые проблемы, которые со здоровьем. Их надо просто быстро решать и идти дальше. Вот это и есть молодость. В общем, не заморачиваться и двигаться. И заморачиваться, и двигаться, причём во всех отношениях. И физически. На самом деле, самое главное, вот все врачи соглашаются, что самое главное для молодости, для продления молодости и для предотвращения старения. Это движение, вообще физическое движение. Ну, есть, конечно, нормы, довольно скучные нормы движения в течение недели, в течение дня. Считается 150 минут. Ну, это полчаса движения в день примерно. Любого. Считается любого движения, которое нравится. На самом деле, чтобы нравился. Нравится пешком идти по парку, окей. Нравятся танцы, я фанат танцев. Хорошо. Нравится плавать, нравится, что вот нравится, то и дело. Это доставляет туда не для галочки, не потому, что я рекомендовал. Или какой-то другой умный ученый. А потому, что это доставляет удовольствие. Движение ведь... Давайте так вот. Мы, люди молодые, можем как бы понять, как вообще образовалась жизнь. Вот представьте себе, да? Вот яйцеклетка. Так вот, самое начало жизни, зачатие. Вот яйцеклетка какая-то она лежит, такая неторопливая. И к ней устремляются огромное количество очень быстро движущихся сперматозоидов. Друзья, на этом волнующем моменте мы сделаем паузу, а потом продолжим. Не переключайтесь. Точно. Мы продолжаем, дорогие друзья. Роман Шахов, Лиза Калинина в студии. У нас в гостях сегодня главный редактор программы «Пора лечиться правильно» издательство Эксмо, кандидат биологических наук Ольга Шестова. Мы говорим о том, как остановить старость, можно ли это сделать. Уже решили, что можно. И вот, Ольга, вы начали рассказ о том... В прощипательном моменте мы закончили разговор, друзья, и вот зародилась жизнь. Да, но ведь этот момент, он касается каждого. То есть мы вспомним, да, что вот огромное количество спермиев бегут, стремятся, вращая хвостик очень быстро к яйцеклетке, и несколько стайка их окружает яйцеклетку, начинают растворять мембрану и сливаются в экстази. Так вот, проникает только один сперматозоид. Огромные кучи, миллионы туда бегут. Самый борзый. На самом деле там вероятностная. Из этой кучи, 100-200 из этой стайки, примерно у всех равна вероятность. Но это все равно стайка победителей. То есть у нас у каждого есть гены победителя. И если мы продолжаем это движение, начатое в самом начале жизни, мы живем, мы развиваемся, мы молодые. Подхватываем инерцию, так сказать, эту. Не останавливаем ее, вот именно. Мы ее не останавливаем, мы продолжаем это движение. И как только мы останавливаемся, вот тут-то и начинаются процессы старения. А когда они могут начаться в возрасте? Ну, физиологи очень спорят по этому поводу, по конкретным цифрам. Некоторые называют процесс полного взросления. У мужчины 21 год, у женщины 18. Но на самом деле психологи все, и физиологи тоже соглашаются с тем, что процесс этот старения активно начинается, тогда кончается. Движение. Движение физическое, движение развития умственно-психологическое, эмоциональное. Когда начинается вот этот процесс отупления, не побоюсь этого слова, вот тут-то как бы она и наступает. Ольга, вот такой вопрос. Смотрите, ну иногда же тоже ваши коллеги нам советуют наоборот брать паузы, ничего не делать, невозможно все время куда-то бежать. Вот как найти этот баланс, то есть между отдыхом качественным и вот этой бесконечной гонкой, которая тебя изматывает, ну изнашивает организм отчасти? Это тоже правильно. Все соглашаются с тем, что иногда потупить тоже правильно. Потому что вот сейчас мы наоборот куда-то спешим. Мне кажется, сейчас мало таких, кто ничего не делает. Черезмерно. Неактивных, да. Это точно совершенно. Здесь надо тоже опереться на физиологию. Вот смотрите, какой у нас самый работающий орган в теле? Сердце, мозг. Сердце, абсолютно точно, сердце. Вот оно все время работает с самого первого. Оно начинает до 12 недели, уже видно его сокращение. И до как бы финала. Но как оно работает? Вот вы слышите, вот если вы положите руку на, да, вот сюда, и вы слышите так, тук-тук, тук-тук. Это на самом деле клапаны. Вот большой тук – это сокращение желудочка. Маленький тук – это свидетельство сокращения предсердия. А потом вы услышите паузу. Вот если у вас, например, пульс 60 примерно, да, в минуту, то есть у вас цикл 1 секунда. Так вот 0,4 секунды сокращается желудочек. Большое сокращение, он гонит кровь по большому кругу кровообращения. 0,1 секунда – это сокращение предсердия, малый круг кровообращения. И половина этого времени, 0,5, то есть половина – это отдых. Вот мы примерно так и должны жить. То есть отдых примерно должен быть где-то половина рабочего времени. То есть если у нас 8 часов, предположим, на работе, на самом деле мы все работаем больше, мы прекрасно это знаем, но где-то так, да. У нас сутки 24 часа. Вот примерно 12 часов, ну где-то 8-9 часов всё-таки ночной сон. Ночной сон в деле продления молодости и предотвращения старения – один из главных факторов. Надо спать. Ночной сон обязательно. Качественно. Причём мы же, да, мы хотим пользу людям принести, чтобы конкретные советы. Так вот конкретный совет – ложиться надо до 11 часов. Это трудно, я знаю по себе, но дело в том, что у нас есть гормоны, которые вырабатываются только в темноте. И есть циклы циркальные, да, суточные ритмы. Их мы не можем на них повлиять. Мы можем только гармонизироваться с ними. Так вот ложиться надо до 11 часов, чтобы мелатонин мог успеть вырваться, самототерапин мог. А это что такое мелатонин, самототерапин? Самоторапин – это чтобы у нас были мышцы, наращивались, чтобы у нас, если это подростки, то это рост костей мышц. Если взрослый человек – восстановление этого доброго всего. Женщины, хотя бы, с красивыми, да. Это коллаген. Это тоже тот же самый. То есть отбой в 11 и спим в 8-9 часов. Это у каждого своя норма есть. Некоторым достаточно 6 часов, некоторым 8 с половиной. Женщинам, как правило, надо больше. С каждым десятилетием укорачивается необходимое время сна. У нас тоже есть циклы, у нас тоже есть необходимость. Рекламу сейчас выпустим, а потом вернемся. Оставайтесь в компании «Страна.ФМ». Дамы и господа, Ольга Шестова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Кандидат биологических наук, а также писатель. Да. Расскажите, Ольга, про книгу, и мы разыграем эту книгу. Я с радостью. Я с радостью расскажу книгу. Никогда не думала писать, честно скажу, но я была настолько полна знаниями, и столько меня раз много спрашивали, что же вы делаете для того, чтобы выглядеть хорошо. Ну, вы меня даже сейчас подначивали ведущие сказать, сколько мне лет. Ну, если вы еще немножко нас послушаете, я думаю, что я осмелюсь в конце передачи, и все-таки назову свой возраст. Но поверьте, мне не 25, но можно догадаться. Ну, в общем, как бы не так мало. Но у меня есть масса секретов, которые я узнала от общения с многими-многими врачами, физиологами, психологами. И я была настолько полна этими знаниями, чтобы они просто вылились в эту книгу. Которые работают, которые эффективны. Естественно, я их все проверяю, и только на себе, там, моим родителям, вот в сумме, предположим, там, сейчас 173 года вместе, да, слава богу, как бы живы, здоровы, на даче работают. То есть это работает все, ну, как бы на мне, на себе. И это все, что вот я хотела сказать своим близким, я готова рассказать и вам, нашим слушателями. Здесь все как бы есть. Вот то, что мы сейчас говорим, конечно, в процессе эфира небольшого. И зрителям, которые вас видят. А, и зрителям, да. Конечно, вас же видно. Зрителям привет. В какой шикарной форме. Да, спасибо. Это всегда женщине приятно слышать. И книга полна вот этими рекомендациями. Да, она именно практически рекомендация. Естественно, теория есть. Есть семь теорий старения. Каждый из них, из каждой что-то можно взять для себя. Потому что, давайте прямо скажем, одного рецепта, вот делай так. Вот я могу сказать, однажды была на встрече с читателями и привела пример из одной тоже книги, очень известного автора, что надо принимать 17 миллиграмм в день. И все стали друг другу спрашивать, что принимать. Уже достали карандаши и ручки, чтобы записать, что же 17 миллиграмм чего там. Начали оливковое масло, там магния, в общем. Омега-3. Да-да, омега-3, вина, да. Это все хорошо, но, ребята, ну давайте не будем как бы такими уж это оптимистами, реалистами будем. Нет такого рецепта единого. Есть комплекс мероприятий, есть образ жизни и хорошие, и плохие привычки. Можно назвать из них пять. Здесь, естественно, в книге их больше. Обо всем узнаете. О чем-то мы говорили. Сон в темноте, да, очень важно. Позитивный настрой, движение, питание. Я бы сказала, интуитивное питание. Интуитивное, потому что рекомендации диетологов, они меняются от раза к разу. Организм ваш собственный скажет больше, чем любой диетолог. Себя слушая, вы гораздо больше можете принести себе пользы, чем слушая кого-то еще. Лишь бы только на эклеры организм не раскручивало владельца, потому что это сложно. А ничего страшного. Жир реабилитирован. Раньше вы читали, как считалось... А там же углеводы тоже, сахар вроде. Ну вот сахар там как-то, с сахаром не очень. А вот жир, раньше считалось масло поменьше, сливочное вообще, это там... Беда-беда. Жиры, в общем, беда-беда. Ничего подобного. Могу вам сказать, реабилитирован жир, реабилитированы яйца. А вот некоторые овощи и фрукты наоборот. Вот как бы там не все они полезны, как бы... Но это отдельная история, давайте мы... Такие персики, наверное, да, что-нибудь с ней перебирать? Слушайте, я вам сейчас начну рассказывать там всего. Мы почитаем, Ольга, давайте мы тогда расскажем, что книга уже в продаже. А тот из вас, друзья, кто правильно ответит на вопрос, быстренько задаем вопрос и говорим, куда его присылать, получает именно вот эту книгу. Давайте так. Вот некоторые говорят, ну, если генетика, у вас, наверное, хорошая генетика, вот я упомянула, что мои родители, слава богу, живы, а потому что мне их родители умерли очень рано, давайте так скажем. Вот их и мама, и папа. Я не знала практически ни бабушку, ни там, ни дедушку. Поэтому очень простой вопрос. Какой вклад в процентах вносит генетика в наше здоровое долголетие? 8-909-928-1-89-9, смс, ватсап, вайбер. Сколько процентов в долголетии вносит генетика? Присылайте число, получайте книгу. Пятый правильный ответ окажется победным. Пятый, да, друзья. Мы ждем. Скоро вернемся. Дорогие друзья, мы продолжаем. В гостях у нас Ольга Шестова. Мы говорим сегодня о том, как жить долго, счастливо и... Не стареть, молодо. Не болеть вообще, да. Да, и не стареть. Мы остановились на том, что спать надо, питание соблюдать, заниматься физнагрузкой примерно 30 минут в день, чем нравится. Спать в темноте. Спать в темноте, да. Очень важно. Что еще нужно сказать? Пить воду. Много. Много не надо по потребности. Пить воду точно так же, столько же, столько еда. В смысле, хотим пить, пьем. Не хотим пить, не надо впихивать себя. Вот знаете, сейчас вот очень миф о двух литрах, да? Знаете, откуда он пошел? Нет. От вас, журналистов. Не хочу ничего плохого сказать. Что там? Значит, было журналистское исследование. Отпрашивали много-много долгожителей. Столетних, старцев, как правило, женщины были. Что вы делаете? Некоторые там жили в горах, некоторые ели козий сыр, некоторые там пахали землю. Ну, как бы пахать землю в городских условиях тяжело. Коза тоже не у всех есть. А кто-то сказал, я пью 2 литра воды ежедневно. И все. А вот это легко сказать журналистам. И вот пошло. Надо пить 2 литра воды. На самом деле, пить надо очень в среднем. 30 миллиграмм на каждый килограмм веса. Ну, если, опять же, это как независимость от сезона, от пола, от цикла. 50 весишь, ты 600 пьешь. Да, примерно так. Но, опять же, это очень среднее. Если вам жарко, вы будете потеть, отделение воды будет больше, естественно, надо пить больше. Если вы укутаны в тяжелую зимнюю одежду, съели хороший горячий суп, то, естественно, пить надо меньше. Это всей воды, не только которую мы пьем, значит, просто вода. Это вода в супе, в чае, во фруктах, во вся-вся-вся вода. Примерно 30 миллиметров. Это по жажде. Только очень пожилых людей это чувство не позволяет им свой баланс водно-солевой, а он именно водно-солевой регулировать. Всем остальным свое чувство жажды. Это главное. Столько надо пить. Вот я захотела пить, взяла чашечку, попила. Вот я, предположим, сейчас волнуюсь, адреналин вырабатывается. Это означает, что мне нужно больше воды. Если я там уйду от вас, спокойненько пойду там где-то себе, то и не вспомню об этой воде, и ладно. И так же поскорее всего кажется. А тут, может быть, имеется в виду, предпочитать воду другим напиткам? Да, это абсолютно точно. Ну, то есть не чай, не кофе, а соки. Жажду удалять водой, можно чаем. Если зеленый чай, то окей. Черный чай тоже хорошо. Но ни в коем случае, конечно, не сок. Мы об этом говорили. Соки, это да, это соки, хоть даже натуральные. Если вы скажете, что сами выжмите там апельсиновый сок, это все кислотный сахар. Ничего полезного. Жажду утоляют чистой водой. Скажите, какие главные ошибки у людей на пути к здоровью и долголетию? Ну, у современных людей. Сама жизнь. Стресса много. А вы знаете, а насчет стресса нет единого мнения. То есть в научных данных, вот все, что я говорю, это данные доказательной медицины. Вот насчет стресса нет единого мнения, старят они или нет. Есть направление просто движения. Кратковременный стресс, связанный с выбросом адреналина, он на пользу. Он бодрит, он держит в тонусе. А вот если длительный хронический стресс, какие-то тяжелые события в жизни, там, развод, смерть близких, это тоже жизнь, связанный с выбросом кортизола и высоким его уровнем, вот это, скорее всего, слишком напрягает иммунную систему и влияет отрицательно. То есть вот примерно такое направление движения. То есть от длительных стрессов не надо слишком сильно печалиться. Нет таких. Пока вы живы, есть надежда на лучшее. Долго печалиться нет. А вот такие какие-то события, которые держат в тонусе, это да, окей. Ой, друзья, мы напоминаем, что мы разыгрываем книгу. У нас вопрос, сколько процентов составляет генетика в здоровом образе жизни. Прямо в процентах число пишите. В долголетии, да. 8-909-928-1-89-9. Ватсап, вайбер, смс, присылайте правильный ответ. Пятое сообщение у нас окажется победным. 909-928-1-89-9. Процентное соотношение генетики в долголетии. Сто процентов, сразу говорим, меньше. Недва. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ольга Шестова в гостях у нас сегодня. Кандидат биологических наук, автор книги «Возраст. Парадоксы. Преимущества и решения». Дорогие друзья, мы ее сейчас разыгрываем, эту книгу. У нас вопрос, сколько процентов генетика занимает в долголетии, то есть какую часть. Пятое правильное сообщение окажется победным. Нужно присылать смс-ку по номеру 909-928-1-89-9. Не нужно нам звонить, нужно писать. Ватсап, вайбер, смс. Нет пока правильных ответов. А сколько здравоохранения вносит в долголетие нам напишут? Вот генетику напишут. А сколько здравоохранения вносит в долголетие процентов? Тоже хороший вопрос. Некоторые печалятся и, в общем, совершенно справедливы о том, что у нас здравоохранение оставляет живот лучшего, а в других странах оно может и получше. В Японии, в Америке. Но, несмотря на это, вклад здравоохранения в долголетие здоровое не больше 15-20%. А все остальное – это генетика. Сколько мы сейчас секрет раскроем, когда получим правильный ответ? И полезные или вредные привычки. То есть то, что называется образом жизни. И вот давайте раскроем уже секрет. Скажем, например, три самые главные привычки на «С». Ну, «С» как против старости, да? Да, да, да. Против старости, против старения. «С». Давайте начнем с… Мы «Сон» уже сказали. «С», «Сон». Важно. Второе. Продвижение мы уже говорили. Но давайте я его немножко скажу провокационно. Я скажу слово «секс». «Секс», но давайте вот «Секс» как бы не в таком прямом значении, я надеюсь, нас не показали, вот, а в более широком. То есть чувствовать себя в любом возрасте… «Сексуально». «Сексуально». То есть не теткой, замученной жизнью, не там волом, который тащит на себя всю семью. Женщиной с большой буквы. Да. «Желанной». «Желанной» женщиной. И вот именно как бы, вы знаете, я фанат танцев, я этого не скрываю, я очень люблю парные танцы. Вот то, что происходит в паре, в танцах, это, мне кажется, модель правильного взаимоотношения мужчины и женщины. То есть мужчина ведет, женщина следует, они обнимаются. Вот почему говорят иногда, знаете, как говорят, вот я в книжке об этом пишу, что танцоры не стареют. Там же энергообмен. Совершенно верно, абсолютно точно. То есть вот, если вы знаете, танцоры танго, когда танцуют на мелонго, танцуют против часовой стрелки. То есть они как бы запускают время вспять. А здесь тебе и все. Здесь тебе и движение, здесь и музыка. Я вообще тоже фанат музыки, поэтому я к вам с удовольствием прихожу. Вот некоторые даже говорят, ну вот, там тебя прерывает музыка. Музыка-то хорошо. Дополняет, Ольга, она дополняет вас. Вот пускай дополняет, потому что здесь можно и подвигаться, и как-то, в общем, поднять настроение. Да, да, я за нее. Это значит, вот, секс именно в этом широком смысле, как секс, как движение, как взаимо... А для мужчин тоже чувствовать себя самцом, например. Вот, тоже хорошее слово «эс». Ну, в хорошем смысле. Конечно. То есть, скажем так, семьянин и самец — это две стороны одной медали. То есть, да. Дополняет другого. Без одного не будет второго, да. Ну, да, как-то так. И давайте третий, да, сон, секс. И третьим назовем, как бы это ни было банально, но это огромный вклад в долголетие. Это смерть с вредным привычкам. Вот, и причем вредные привычки. Вот, я знаю, о чем вы подумали. О чем вы подумали? Есть сахар. Так, еще. Сигареты. Курение, алкоголь. Да, да. Ну, обычно, как рисуют... Ну, ладно, еще. Ну, немножко-то можно. С алкоголем я скажу. Давайте так. Но все-таки, когда говорят о вредных привычках, рисуют, значит, рюмку, рисуют каннабис, да, или шприц, рисуют сигарету. Да, да, сигарету. Вот, имеется, ну, вроде как, три основные вредные привычки. Сахар абсолютно точно сюда. Да, это вообще пищевая зависимость, вот к сахару клюет, это, ну, в общем, это смерть. Вообще, смерть этому, это да. И еще есть одна очень вредная привычка, это сидение. Вот такая, особенно вот перед телевизором с печеньками. Нет, если... Сидим перед телеком. Это другая история. Нет, это другая история. И, знаете, вот такое... У нас сейчас есть весело. У нас, во-первых, можно слушать, по-моему, где угодно. Да, 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 это очень хорошо. Специальный стол. Специальный, да, я что-то не заметила, да. Ну, как-то да. Так, так правильно. Вот. Кстати, двигаться каждый... Вот недостаточно, мы говорили 150 минут в день, да. Но каждый час тоже, 5-10 минут, надо вставать и двигаться. То есть вот посидели в эфире, вы же не 8 часов сидите в эфире, вы как-то встаете, как-то туда-сюда. И те наши слушатели... За печеньем дойти только. Лучше уже за шоколадкой. 72% какой, не меньше. Черный шоколад. Да, за ним, если только, поднять как бы настроение. Вот. И гиподинамия, да. Вот это вот тоже одна из самых вредных привычек. И тупое, знаете, вот чем вот ваш канал хорош? Это же драйв, это музыка, это какое-то получение новой информации. Это все для долголетия. А вот какой-нибудь тупой сериал, вот да, то есть как бы вот такой нудный, который тебя эмоционально не захватывает. Ты лежишь и хоть как-то, чтобы развеяться, вот какую-то печеньку. В общем, теперь биолог нам официально дал разрешение говорить, страна ФМ, мы продлеваем жизнь. Точно. И тоже на букву С. Точно, страна ФМ, С. Да, да. Какой смерти только жизнь. Посмотри, пожалуйста, есть ли у нас близкие к правильному результату? Есть. Что пишут? У нас очень много вариантов, я не знаю, пришло сообщение 90 буквально, и из них только считанный правильный ответ, и было ответы 77, и 11, и 56, и вот наконец-то пришел ответ 40%. Да. Это правильный ответ. Это наиболее близкий, это наиболее близко к тому, что сейчас доказали ученые. Около 40%. То есть 40% генетики играет роль в долголетии, в здоровом вообще существовании. Да. То есть, конечно, генетику нельзя списывать со счетов, и даже вот я говорю иногда своим родителям, и говорю, вам надо дожить до 100 лет. Они говорят, ну а почему, как? Я говорю, знаете, потому что если твои родители дожили до 100 лет, то вероятность того, что ты тоже доживешь, в 17 раз повышается. Класс. То есть генетику нельзя сбрасывать с очков. Если вы захотите родителям, так сказать, настроение и мотивацию, чтобы как быть здоровым и жить долго, приведите эти факты, что они не только о своем здоровье беспокоятся о долголетии, о вашем тоже. Ольга, ну судя по тому, что ваши родители работают сейчас на даче, да, родителям необходимо садово-огородный участок, и чтобы они занимались физкультурой какой-то. Это очень хорошо. Да, давайте поздравим победителя. Зовут его Александр. Он из Москвы, номер 0014. Александр получает в подарок книгу. Ура, Александр! Которую Ольга лично отдает. Называется «Возраст. Преимущества. Парадоксы и решения». Даже я могу подписать. Александру подпишу, и она пойдет. Александр, поздравляю. Поздравляю. Вы молодец. От души. Класс. Поздравляем. Итак, что мы должны вот сейчас... Смотрите, финал лета, да. Какие, может быть, овощи, фрукты? Как нам подготовиться к осени, чтобы жить долго и счастливо? Не было адетименоза. А давайте подготовимся к осени. Как использовать это время? Это очень хороший вопрос, потому что, вот смотрите, вот как наши бабушки говорили, запасайся витаминчиком. Бабушки плохого не посоветуют. У нас же сейчас, в принципе, есть доступ к фруктам, к овощам, к любым, практически круглый год. Но кроме циркадных ритмов суточных, о которых мы говорили, есть еще и годовые ритмы, которые мы, потребляя фрукты, овощи свежие круглый год, сбиваем. Вот смотрите, потребление свежих овощей и фруктов для нашего организма – это сигнал запасать жир. Потому что мы же, на самом деле, вот доступ к этим фруктам, у нас такой мизерный промежуток времени, там, 10, 20, даже 100 лет. Это вообще в историческом плане для нашего человеческого организма – это вообще ничто. Это капля в море, мгновение. Исторически мы заточены на то, чтобы, когда есть фрукты, есть солнце, запасать жир, потому что тратить мы его будем зимой. Но ведь мы не перестаем есть овощи и фрукты зимой. Это означает, почему сейчас у нас эпидемия ожирения по всему миру. Говорят, 38% людей с ожирением, уж не говоря о том, что с лишним весом, там вообще гораздо больше среди детей. Потому что мы эту сезонность не соблюдаем. Летом мы едим фрукты, мы молодцы, а зимой мы тоже едим. И мы вроде как… Теперь уже, знаете, по последним данным мы не очень молодцы. То есть если капустка, запасённая летом, зимой, это хорошо. Квашеная. Квашеная. Солёные огурчики, если яблочки тебе належали туда, это всё хорошо. А вот заморский какой-нибудь привезённый киви… Зелёный банан. Зелёный банан. Вот это совсем не есть хорошо. На новогоднем столе. Ну, мандаринчик, понимаете, это ведь речь идёт не о том, что мы один раз съели. Конечно, в системе. Это система. То есть если один раз на новогоднем столе, это традиция. Это запах мандаринов, да, запах хвои. Эту традицию никто не отменял. Это допустимо. Это допустимо, безусловно. Понимаете, настроение. Вообще всё допустимо. Но есть принципы питания, и есть правильный образ питания, и правильный образ жизни. Вот он не должен предусматривать бесконтрольное и бессезонное потребление всех овощей и фруктов. Об этом помните. То есть сейчас мы кушаем от души, опять же, не впихивая себя. Что захотелось, покушали. Не захотелось, слушаемся. Ну и не надо этого есть. Особенно лучше спелые, сезонные, выращенные. Вот сейчас что у нас растёт? Смородина чёрная, красная. Малина ещё, наверное. Малина, молоча она уже сходит, да. Земляникова в каких-то районах она ещё есть. Арбузы. Арбузы пошли. Вот это вот всё и едим. Оно спелое, оно хорошее, оно готовое к поеданию. Там минимум вредных веществ, которые растения специально вырабатывают, для того, чтобы их не поедали. К этому времени, да. К этому вот именно. Ольга, спасибо. Несколько слов ещё про вторую книгу. Скажите, а то уже у нас 30 секунд осталось. Знаете, это тоже книга. Она тоже продаётся, да? Она тоже продаётся. Называется «Здоровье ребёнка. Как научиться справляться с болезнями и собственной паникой». Почему я тоже её принесла? Вроде как у нас разговор о возрасте. Это разговор к тому, когда надо начинать заботиться о старении. С какого возраста, да. С какого возраста. Но родители должны заботиться об этом, когда у них родится ребёнок. Потому что привычки, давайте прямо скажем, мы все инертные. Привычки трудно изменить. Если ребёнок приобрёл хорошие привычки, он и дальше будет двигаться, кушать сезонные овощи, быть позитивным, постоянно чему-то учиться. Правильно ложиться спать, вовремя ложиться спать, с девочками правильно кокетничать. Ну, я традициональных взглядов придерживаюсь. И есть в этой книге Сергея Бутрия. Его многие родители знают, обожают. Это очень известный блогер. А теперь его и книжка. То есть вот с этого возраста и надо заботиться о старении. Ольга, спасибо вам огромное. Ольга Шестова была у нас в гостях. Приходите ещё, очень интересно. Спасибо. До встречи. До новых встреч. Спасибо. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ».